Без его посещения не обходится работа историка и краеведа. Да и обычным людям частенько требуется тот или иной архивный документ, хотя бы для подтверждения стажа работы или изучения своей родословной. Здесь, в Винновском городском архиве, бережно хранится свыше 66,5 тысяч документов. Метрические книги, административные акты, распоряжение, подшивка, периодики. Должен соблюдать световой режим, документы должны стоять в коробочках, чтобы как можно меньше света поступало. Он должен соблюдаться температурный и влажностный режим. Температура оптимальная 18-19 градусов, до 20, а влажность от 45 до 55. Архив был сформирован в 1965 году, с момента, когда видное официально стало городом. Тем не менее, здесь можно найти документы, созданные задолго до самой организации. Самые древние – метрические книги 1848 года. По 1929 год документы хранятся у нас. Более поздние хранятся в ЗАГСе, в архиве у них свой архив. Потом по сечении 100 лет они будут передаваться нам. Интересная история связана с нашим земляком, полярным лётчиком Василием Молоковым. Несколько лет назад с просьбой найти документы о его рождении в Винновский архив обратились краеведы. Девицей переискали всё, не нашли сперва. Потом оказалась здесь такая детективная совершенно история. То есть его записали не как Молокова, а как Маликова. Островской власти села Ириненского крестьянин Сергей Никифоров, Маликов и законная его жена Анна Стефанова. Оба православного мироисповедания, сын их Василий. Для историков, занимающихся изучением Великой Отечественной войны, здесь есть также множество интересных документов. К примеру, приказы, по которым в начале 40-х на должность мобилизованных мужчин зачисляли их жён. Хранятся в архиве и выпуски газеты «Видновские вести», которая в разное время называлась и «Ленинец», и даже «За коммунизм». Это вот у нас январь, где был опубликован указ об изменениях в административно-территориальном отделении Московской области. Это когда «Видное» стало городом и стало центром Ленинского района. Сейчас в «Видновском городском архиве» трудятся 8 человек. Часть из них занята оцифровкой документов. Дело важное, ведь время не щадит бумагу, какую бы ценность она ни представляла. Свой профессиональный праздник, российский день архивов, они встретят на своём боевом посту среди бесконечных стеллажей, хранящих драгоценную историю родного края.